Lexus LX570 версии Superior, что переводится как превосходный, впервые я увидел на франкфуртском автосалоне. Фотографии превосходной версии оперативно тогда ушли в новости Lexus Club, где и вызвали обсуждение среди продвинутых ценителей модели LX. И сейчас, после того как LX570 Superior попал ко мне на тест-драйв, пришло время обсудить детали. Что таит за собой шильдик Superior и цена на 220 тысяч дороже обычного LX570 в аналогичной комплектации. Действительно ли покупатель Superior приобретает что-то эксклюзивное, либо просто становится жертвой маркетинга? Про Lexus LX 2017 модельного года я уже не раз рассказывал в своих статьях и обзорах. На этом поколении LX впервые получил дизельный двигатель, поэтому на радость трактористам я уделил версии 450D в своих материалах основное внимание. Бензиновая версия мне была менее интересна, потому что под капотом все та же хорошо известная V-образная восьмерка 5,7 литра под кодом 3ORFE, как и на прежнем поколении LX. Такой же мотор ставился на Toyota Land Cruiser, Sequoia и Tundra уже лет 10, меняясь лишь в мелочах, и в случае с LX570 имеет мощность 367 л.с. Итак, дизайн текущего поколения LX нам уже хорошо знаком. Но даже тем, кому он еще не примелькался на дорогах, при взгляде на версию Superior становится ясно, машина выглядит чуть иначе. Приземистый силуэт и крупные диски – основное отличие от специальной версии. Эффект достигается за счет формы бамперов, которые, вопреки заверениям некоторых дилеров, вовсе не какие-то там особенные, а вполне себе штатные и снабыжены аэродинамическими накладками-спойлерами, окрашенными цвет кузова. А вот зеркала заднего вида у Superior наоборот – с черными корпусами. Спереди Superior отличает иная решетка радиатора, напоминающая крупную серую паутину, а на задней двери должен быть одноименный бейджик. Удивительно, но это третий LX Superior, который я вижу в жизни, и второй без того самого шильдика, который анонсируется во всех рекламных материалах. Куда исчезли эти таблички с одного из новых дилерских автомобилей, а также с тестового, мне выяснить не удалось. Но могу предположить, что пока братья-китайцы не наладили дешевое и массовое производство эмблем реплик, достать замену будет непросто. Реплики обязательно появятся, ведь желающих всего за пару долларов обратить свой Мерседес в МГ, BMW в М-серию, а Lexus в F-Sport и теперь Superior всегда предостаточно. Ну а пока мне пришлось компенсировать пустующее место другой табличкой, не менее эксклюзивной, клубной. Но не шильдиком, как говорится, единым. 21-дюймовые колесные диски оригинального дизайна тоже удел Superior. И снаружи на этом все. Казалось бы, в интерьере специальной версии ожидаешь тоже какие-то приятные и заветные штрихи. Но нет. Все, что предлагает Superior, это алюминиевые накладки на педали. Все остальные фишки, включающие в себя варианты отделки деревом в шамамоку, такие же, как и в других LX. За доплату около 20 тысяч рублей можно дополнительно получить обивку потолка черного цвета. Нет, безусловно, LX изначально роскошен внутри. В нем есть все необходимое и даже больше, начиная от умной логики всего, что подогревается и охлаждается, под названием Climate Concierge, до традиционной для бренда шикарной аудиосистемы Mark Levinson. Но вот про то, что ты едешь в Superior, внутри придется забыть. На мой взгляд, небольшое, но приятное упоминание эксклюзивности здесь пришлось бы очень кстати. Хотя бы скромная металлическая наклейка связи с Superior. Места для этого здесь предостаточно. Торпеда, центральная консоль, руль. Конечно, ценители строгого стиля могут укорить меня в эдаких цыганских замашках. Но для любителей всего штатного и существуют менее амбициозные комплектации. Кстати, о цыганщине. Не секрет, что тюнинга и стайлинга в жизни больше всего достается обычно бюджетным автомобилям или дорогим. Среднему классу придать особые черты пытаются гораздо реже. Причина понятна. Дешевые машины стараются выделить из массы, потому что на дорогие не хватает. А дорогие автомобили наворачивают свою очередь потому, что дороже уже некуда, а хочется, чтобы круче, чем у соседа. И, к сожалению, на рынке тюнинга встречается много откровенно безвкусных и некачественных решений. Так стоит ли доплачивать за Superior, если изменения не так велики, а разница в цене все же не символическая? Теперь самое интересное. Цепкий взгляд клубных читателей сразу разложил по полочкам всю историю возникновения этой версии. Оказывается, Superior собран на базе уже известных ранее элементов обвеса от TRD, Toyota Racing Development. Это подразделение компании Toyota, которое является официальным тюнинг-ателье для всех автомобилей Toyota и Lexus. На сайте TRD, который мы привыкли называть TRD, мы без труда находим те самые накладки на бамперы, которые делают из обычного LX Superior. Цены указаны в японских иенах, но перевести в рублей очень легко. Две иены – это примерно один рубль. Делим японские цены на два и получаем, что только бамперы под Superior нам обойдутся уже под 200 тысяч рублей, а диски еще за 300. Накладки на педали, зеркала и табличку на багажник уже не считаем. В общем, делать свой Superior из обычного LX совершенно невыгодно. Набор штрихов эксклюзивности в этой версии производитель уже посчитал с большой скидкой. Конечно, у многих продвинутых поклонников LX есть совсем иные пожелания к возможностям модели, которые они дорабатывают и устанавливают самостоятельно. Это и доводчики дверей, которых производители не ставят по причине борьбы с весом, и тормозные системы, которые у нового LX хоть и стали лучше, но любители погонять все же допиливают их эффективность. Особенно это и речь идет о машине с турбиной, которой фанаты из российского Lexus Club, кстати, умудрились первые в мире и вполне успешно интегрировать на этот самый бензиновый 5.7, догнав его мощность более чем до 500 л.с. Но в данном случае мы говорим о штатном стайлинге Lexus LX, где ключевое слово «штатный». И это не только заводское качество и безусловная гарантия, но и по сути единственный существующий для LX вариант, который нельзя назвать колхозным. Ведь дизайн в данном случае полностью отвечает стилю моделей по мнению именно создателей Lexus LX. Словом, я бы, наверное, взял. Правда, не бензиновый, а дизельный 450D, для которого превосходной версии не существует, поэтому трактористы мимо. Ну и, наконец, капля дегтя в бочку меда. Любителям геометрической проходимости на радость у меня во дворе произошла такая сценка. Аккуратно и медленно припарковавшись к заснеженному бордюру, без всяких посторонних звуков, я вышел из машины и, закрыв, ее стал удаляться. Как вдруг в тишине услышал жужжание и какой-то хруст. Обернувшись, я с ужасом заметил, что LX привычно оседает на гидроподвеске, с треском вжимая свой обвес в замерзший снег. Завел, отъехал, все стало на свои места. Обошлось. Спасибо за просмотр. С вами был Ярослав Левашов. Всем добра.